здравствуйте рада всех приветствовать как ваши дела надеюсь что вы пребываете в хорошем настроении в бодром расположение духа и все у вас хорошо и замечательно значит сегодня я хочу рассказать вам об очень привет доча сегодня вам хочу рассказать об очень интересном виде синхронизации которая называется магическая диагностика она относится к тому же виду диагностики которая называется 7 тел и некоторые диагностики из этих семи тел мы уже с вами разбирали а вот сегодня я решила вам рассказать еще о магии вообще существует два вида со словом магия это магические способности для диагностика которая определяет есть ли у человека магические способности а сегодня мы будем говорить о другой диагностики которая называется именно магической диагностика и она выявляет есть ли на человеке магия прежде всего я хочу вам сказать что здесь нет ничего страшного по большей части я позже объясню почему и нет ничего эзотерического ну вот смотрите 7 тел это диагностика значит которая из своего названия понятно что мы выкладываем 7 дисков и смотрим в каком из тел у нас есть магия про 7 тел в как что какое тело означает я вам уже рассказывала и вот тут если мы смотрим первое и второе тело первые два диска и чтобы там не было если магия нет ли мы давай мы на это не обращаем никакого внимания объясню почему знаете вот у всех людей разное энергетическое поле и есть у кого-то плотное поле до есть по слабее поле и вот вы можете даже например проехать в транспорте и человек с более сильной энергетикой и может быть не очень доброжелательный может там что-то на вас о вас подумать или там что-то сказать вам нехорошее и ваше энергетическое поле уже появляет получается нарушенным и ну тут мы можем говорить о том что налипла маги так вот эта магия она как налипла так она и уйдет и поэтому мы на это не обращаем никакого внимания а вот в остальных пяти телах если появляется магия то это то что действительно на человеке может быть чем еще хороша магическая диагностика тем что если действительно нам показывают что в том или ином теле есть магия причем она бывает скажем так разной тяжести да то я вам буду давать рекомендации как от этой магии избавиться ну опять же если там магия не очень сильная то может быть достаточно там пожечь свечи там поговорить на говорить себе каких-то аффирмаций она пройдет где-то может быть все посложнее дано будет сходить в церковь ну какие-то такие вот вещи вот значит вот я вам сейчас каратенечко расскажу по телам когда магия бывает в телах значит если может быть магия которая влияет на эмоции если на человеке есть такая магия то это человек он всегда пребывает в плохом настроении у него как-то мало энергии он по поводу и без повода особенно на взгляд посторонних людей истерит начинает злиться начинает выплескивать свой гнев и при этом он будет говорить о том что его никто не любит то есть вот это вот такая эмоциональная следующий бывает еще магия которая знаете человек вот тут не чувствует себя ответственным за то что происходит его жизни он не может принять какое-то правильное решение он не понимает как как бы куда ему идти да у него очень сильно портится самооценка он не может адекватно оценивать ситуацию которая сейчас происходит в его жизни в следующем теле это когда у человека нарушается каузальный поток нарушился каузальный поток и тогда у человека идет отток денег и естественно так как здесь речь идет о магии то но он вообще не понимает почему у него это происходит почему деньги уходят у него пропадает удача если она не фу было и вообще вот жизненный ход он просто ну по-простому говоря портится то есть у него в жизни происходят вещи которые его полностью не устраивают и он не понимает почему это произошло вот когда магия идет в шестое тело то есть в шестом теле то это уже человек начинает ее ощущать он может конечно как-то сильнее чувствовать или меньше все зависит от того насколько там у него сильно это он интуитивно понимает и он может чувствовать что у него сбился какой-то компас по жизни и у и такое ощущение как будто он в проруби болтается и не может никуда приплыть то есть у него опора уходит из-под ног а когда магия появляется в седьмом теле тогда это уже такое очень серьезный момент там уже начинают боитесь прям такие вот основные системы самосохранения и воздействие на человека очень сильное это конечно очень часто когда действительно магия наведенная наведенная магия это может быть с глаз до какой-то я не знаю там ну есть люди которые в это верят которые не верят но как жизнь показывает а на самом деле это действительно есть там вот я считаю что люди с какой-то есть вот у них такая энергетика которая знаете как они кровососы да вы вот с ними пообщались даже если не долгое время вы потом чувствуете что у вас нет сил это вот чисто такие вот как энергетические вампиры и точно так же вот могут быть люди которые наводят сглаз причем у кого-то действительно глаз плохой у кого-то кто-то может так языком сказать да и причем он это делает не со зла это ему как природе или породу передалось да да вампиры и он сказал вроде ну просто бросил слова в воздух да конечно они были обращены к вам но он не хотел вам ничего плохого тем не менее после таких вот слов вы можете себя плохо почувствовать и эта диагностика делается только на старших арканах но из двадцати двух старших арканов магию показывают только пять и один диск показывает магию которая специально наведена другой диск показывает магию которая она очень сильно влияет на поведение человека и и знаете вот если сделана такая диагностика и вы знаете что ну вот вы сделали там какому-то человеку и знаете что на нем есть это маги то вы должны относиться к этому человеку с большим пониманием потому что надо как-то так вот сказать себе что когда он себя ведет очень агрессивно то это не он так себя ведет а это магия которая на него навели она так работает и поэтому он может быть очень грубым он может бесконечно вам хамить вас оскорблять очень сильно гневаться и вот таких людей надо принять и отправить их чиститься чтобы у них все было хорошо есть такой вид магии он очень безобидный с одной стороны но с другой стороны он очень сильно затягивает причем затягивает так что человек вообще не отдает отчета что в его жизни что-то не так вот все что с ним происходит то что он постоянно испытывает какой-то страх там какая-то паническая атака у него то что у него постоянная усталость что он не сделает куда он не пойдет ему вечно произойдет с ним какое-то событие которое говорит о том что ему вообще по жизни не везет и он это будет воспринимать как будто это нормально то есть он не будет понимать что это на нем есть магия и что это надо убирать то есть он говорит ну что да вот тот человек счастливый богат и все у него хорошо у него всегда хорошее настроение но это вот у него такая жизнь а у меня вот такая жизнь что мне нужно жить в страхе что потому что мне не все равно нигде не везет я поэтому должен как-то везде подстраховаться чтобы все было у меня нормально вот есть еще такая магия это разного рода привязки и чаще всего такие привязки бывают между людьми и людьми гораздо реже это бывает между людьми и какими-то другими существами ну и и животные и духи такое все в 90 процентов случаев если такая магия выходит то она будет обозначать приворот или отворот просто бывает на самом же на самом деле в жизни такое что кого-то приворожили а потом например он сам или за него там кто-то молится там еще что-то и тогда она получается отворот и вот совсем есть такой очень тяжелый вид магии это она обычно знаете она ощущается как будто человек совершил очень большую ошибку по жизни и как бы вот все что дальше происходит с ним вот так он это воспринимает как расплату за эту ошибку здесь здесь можно почиститься как следует ну так уже по серьезному вот и может все пройти хотя конечно вот в этом случае тоже может быть такое что если за человека кто-то очень сильно просит ну там например внук там внук там наркоман да а бабушка ходит в церковь и постоянно за него молится то вот у него не будет то есть он конечно не перестанет быть наркоманом но его будет убери как бы судьба будет беречь от того чтобы он там куда-нибудь совсем не вляпался ой к сожалению мерседесы тут не знаю как вас зовут спасибо что вы присоединились к эфиру в любом случае вот и и и я сейчас вам расскажу два примера вообще маги магическая диагностика это конечно не такая сильно распространенная диагностика поэтому немного у меня было клиентов с таким запросом но вот я сейчас вам расскажу два примера один пример я и выше проводила когда училась и в качестве практики и и меня алла зовут а вас и значит девочка пришла ко мне знаете все таки люди на которых есть магия как то их видно все равно и вот значит она пришла я так себе ну подумала что ну наверное что то есть значит выкладываю диски и все вот такие хорошие никакой никакой магии нет и вдруг на седьмом теле выходит вообще ужасная магия и когда я ей сказала о том что у тебя самонаведенная магия знаете я была просто удивлена когда она мне ответила да я знаю а я у него спросила ты знаешь что с этим делать она говорит нет не знаю что с этим делать то есть человек ну видимо все таки она там занималась наверное знаете может быть какими-то там энергетическими практиками может быть просто что-то читала и знала об этом и поэтому она мне так ответила что да я знаю что она своими же негативными мыслями своим поведением она сама на себя навела эту магию и при этом она действительно не знала как и от этого простите пожалуйста мне тут кто-то позвонил вот а второй случай у меня был уже вот прям вот знаете очень очень тяжелый и на самом деле да я вот всегда говорю о том что я не знаю откуда диски знают то что даже мы не знаем и меня так потрясла эта диагностика если из двадцати двух дисков только пять показывают магию то у этого человека вышло три диска из этих пяти это конечно вообще было ну не знаю мне вот как-то было несколько не по себе и когда я все рассказала этому человеку то он сказал что я понял откуда это и почему это и скажите мне пожалуйста что мне с этим делать вот уж не знаю первое время я с ним держала связь сейчас уже связь потеряна и вот не знаю справился он с этим или нет но там ситуация была действительно тяжелая и правда что ну там просто уже такие такое окружение у него было что потом когда я поняла уже все то это было неудивительно что вот эти три диска вышли вот у нас сегодня была такая эзотерическая тема несколько эзотерическая но я надеюсь вы понимаете что поняли да что это ну тут нет никакого там чуда или волшебства это действительно то что в нашей жизни есть просто другое дело как каждый человек к этому относится вот спасибо вам большое за внимание спасибо что вы ко мне пришли рада была вас видеть теперь мы с вами встретимся в следующую субботу и я в пятницу анонсирую тему нашей следующей встречи всего вам доброго до свидания отличного вам дня отлично вам дня отлично вам дня до свидания